В норме, когда у пациента нормальный флексор из шеи, у него шея имеет физиологический лордоз. И отвес, проходящий через С0,1 и С7, Т1, находится на одном уровне. Нарисовали, пожалуйста. Это нормальное положение шейного отдела позвоночника, когда на шее находится физиологический лордоз. И голова находится по центру, то есть не смещается ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. Когда у человека возникает гипотония коротких флексоров, у него голова запрокидывается назад. Но так же смотреть невозможно, правда же? И тогда у пациента голова смещается вперед. Укорачиваются короткие экстензоры, расслабляются короткие флексоры и голова смещается вперед. Ну и пусть бы смещалась вперед. Почему это так опасно? Как вы думаете, почему это опасно? Потому что когда у пациента возникает смещение головы вперед и сокращаются короткие экстензоры, травмируется позвоночная артерия. Это первый фактор. Травмируется позвоночная артерия. Вторая особенность. Когда у пациента смещена голова вперед, укорачиваются кивательные мышцы. Это стерноклеидомостоидуус. Нарисовали стерноклеидомостоидуус. А если стерноклеидомостоидуус укорачивается, фиксируются височные кости и нарушается краниальный ритм. Травмируются блуждающие нервы из югулярного отверстия. Нарушается отток вен из югулярной вены. И человек медленно и постепенно глупеет. Почему? Потому что сжаты артерии на уровне затылка, сжаты вены на уровне югулярного отверстия и нарушена функция блуждающего нерва. И самое печальное, фиксируется краниосакральный ритм, и у человека возникает медленное угасание неинтеллектуальной способности. Таких пациентов море, и мы всегда работали, растягивая короткие экстензоры, правда же? Снимая функциональные блоки Ц0С1 и работая на короткий флексор. Но никогда бы не подумали, что это может быть проблема со стороны турецкого седла. Эта тема практически не описана в литературе, поэтому я начала с нее первой, чтобы вы могли насладиться этими способностями. Ну что, кто желает? Кого не уславит свои интеллектуальные? Это что, желающих столько неинтеллектуальными способностями? Да, я не могу. Вы знаете, это вообще редкий случай. Обычно люди недовольны своим финансовым состоянием. А мне знаний не хватает. Мы просто в прошлый раз выявили, что у меня я разговариваю головой. Поэтому... Да он так и стоит. Твердый челюсть. Твердый челюсть. Твердый челюсть. 333-я теоретическая бригада. Кого? Скажите. 333-я теоретическая бригада. Ну, у нас есть надежда, что мозг угасает. Почему? Потому что человек не может быстро проговорить определенную скороговорку. Это один из критериев. У нас будет отдельный материал по эмоциям, по интеллекту. Мы будем сами разговаривать об этом отдельно. Пока только так. Я хочу узнать, может он случайно так сказал? Ручку вверх и еще. Прекрасно. Вас полечили? Очень хорошо. Еще раз. 330-я теоретическая бригада. 333-я теоретическая бригада. Какая бригада? Я не слышал. Артиллерийская. Мне показалось теоретическое. Я не слышал. Еще раз. Артиллерийская бригада. Нет, с 300. 333-я артиллерийская бригада. Если пациент, произнося слова, впадает в гипотонию, то он необычаем. Потраченный зрятий. Он тратит на понимание нового материала столько сил, столько энергии, столько желания. Вы остальные просто слегка послышали один раз и все запомнили. А этот же трудяга. Он вчера позднее всех, между прочим, ушел из зала. Почти. Мы еще позднее. Ну мы дойдем до вашей партии. Что меня смутило в этом пациенте? Когда я поставил его боком, я обратил внимание, вот линия плеч. Хорошо ли это видно? А вот линия головы. Видно, как ушки смещены относительно плечевого пояса? Поверните, чтобы все насладились. Вот линия уха. Видно, где линия уха проводит? А вот линия плечевого сустава. У него голова смещена вперед. Вторая особенность. Меня поразила красота его ушей. Почему поразила красота ушей? Одно ухо выше, а другое ухо? Видно ли, что разница в ушах есть? Почему возникла такая разница в ушах? Потому что одна височная кость ушла во флексию, а другая? Посмотрим, нет ли болезни сишвов на уровне височных костей. Ай-яй-яй. Как-то я ничего не слышу. Ай-яй-яй. Дайте микрофон, пожалуйста. Дайте микрофон, пожалуйста. Очень больно. А с этой стороны? А с этой стороны? С этой нет. Только вот с этой. Ага, только с этой. Ай-яй-яй. Это подтверждение того, что у него действительно страдает фиксация височной кости. Но мне надо начать найти причину, почему ни с того ни с сего стерноклеидом астоидус так напряглась. Видно, как напряглась очень сильно. Ай-яй-яй. Можно, конечно, стерноклеидом астоидус порастягивать. Насладиться страданием его. А можно понять, для чего организм... Вы понимаете, это же проблема. То есть организм же понимает, что если он напрягает стерноклеидом астоидус, он фиксирует височную кость. Он сдавливает регулярно винный блуждающий нерв. Он приводит к преждевременному старению. Он же это все понимает. Для чего-то же он это делает. Только для того, чтобы голова смещена вперед, ее надо как-то... Ее надо как-то держать. И я хочу узнать, действительно ли у него проблемы с диафрагмой треского седла. Я располагаю пациенту на кушетке, Дмитрий Константинович. Головно туда? Сюда, головой. И смотрю его исходно глубинную цепь. Давайте проверим. Глубинная цепь проверяется через аддукторы бедра. Не забывайте, перед тем, как начать исследовать пациента, надо всегда проверить его на нормотоничность. Потому что вчера он оставался очень поздно. С девушками, с молодыми, все может быть. Какая-то интоксикация могла появиться. Теперь проверяем аддукторы. Посмотрите, пожалуйста, как проверяются аддукторы. Аддуктор в печальном состоянии. Есть ли у пациента аддукторы в гипорефлексии? О какой цепи мы можем говорить? О мышечной? О связочной. Почему о связочной? Потому что исходно мышцы в гипорефлексии. Я хочу узнать, какие связки страдают в этом случае. Прошу. Я поднимаю сначала голову и смотрю. Действительно, только голову очень... Подождите, не торопитесь. Очень важно, чтобы человек правильно поднял голову. Опустить голову. Многие поднимают голову вот таким образом. Видно, как поднимают голову? Когда человек просто поднимает голову, разгибая ее, он не включает короткие флексоры. Надо обязательно подбородок прижать и поднять голову под прижатым подбородком. Я хочу узнать, может, эта проблема другая, а не гометозные цепи? Здесь есть. Видно ли, какая реакция есть? Здесь есть ли гометозная цепь? Очень хорошо. Значит, действительно, мы нашли проблему с гометозной цепью. Проверяем причину. Сначала берем одну ногу и смотрим. Все начинается так же, как везде. Мы смотрим, насколько значимы связки. Но только здесь больше смотрим медиальные связки. Я хочу вам показать, что связки резко болезненные у него, потому что видно, что связки болезненные. И хочется полечить стопу, потому что очень много приходит пациент с больной стопой. Но мы проверили связки, и оказалось, что реакции нет. Значит, боль здесь вторична. Смотрим дальше. Смотрим идеальные связки коленного сустава. Интересуемся, есть ли какая-то реакция? Нет никакой реакции. То есть боль есть в коленном суставе? Да. Но он меня обманывает. Не обманывает, я правда. Я хочу, чтобы вы поняли саму идею. У него болит голеностоп, у него болит колено, но мы ищем причину. Мы не ищем дальше. Тазобедренные. Находим связки тазобедренного сустава. Что-то ой-яй не говорите. Ай-яй-яй. Где не ткни, везде боль. Есть. Как только мы спровоцировали связки тазобедренного сустава, сразу тонус мышц восстановился. Первый этап. Мы нашли связь между связкой и мышцей. Что дальше делаем? Проверяем тракции. А нужно ли нам это лечение? Прошу. Давайте посмотрим исходную. Пожалуйста. Дай. Проверили исходно, как состояние ноги. Да. Здесь. Здесь. Нет гипер. Теперь проводим провокацию локализации на связку или провокацию связки. Смотрим, точно ли тазобедренный сустав постановит наше движение. К сожалению, для фасциального натяжения это нежелательно. Я знаю, что тазобедренный сустав связан с каким-то другим суставом. С каким? С плечевым суставом. Смотрим связки плечевого сустава. Что скажете? Ай-яй-яй. Опять-таки, я спровоцировал связки на противоположном плечевом суставе, но смотрю мышцы, которые ассоциированы с глубинной миофасциальной цепью. Нет, я бы смотрел. Плечевое нет, я бы смотрел соску. Пожалуйста, посмотрите. Мне магнит нужен. О, да. По тракции. По тракции. Да. А по тракции нет. Что делать? Лекометозная цепь есть. Связку посмотрели. Вторую связку посмотрели. А результата нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова